Служба участковых уполномоченных была создана в 1923 году и начиналась она с выхода инструкции участковому надзирателю. За неполный век многое изменилось, но отношения участковых с проживающими на его участке людьми остались прежними. Сохранились и основополагающие требования к этой должности. Так считает ветеран управления Александр Тарасов, сам 8 лет проработавший участковым. В эту службу идут люди, будем так говорить, более открытые. Люди, которые понимают, воспринимают человеческое горе, понимают человека по его проблемам, по его трудностям, то есть идут на помощь, идут на встречу. И самое главное, то что участковый в первую очередь, он отвечает за охрану общественного порядка. Наверное, в этой службе, как ни в одной другой, важен момент передачи опыта, наставничества, потому что любой участок – это маленькая планета, с домами-континентами, островами дворов и населяющими их народами. И изучить все за один день невозможно. Это мнение Виктора Анохина, который начал работать уполномоченным Голицынского отдела в далеком 1977 году. Конечно, когда пришел молодым человеком, ничего не знал, ничего не умел. Спасибо, что были хорошие ветераны, спасибо, что были хорошие наставники, которые обучили нас, научили, что мы, как говорится, и так и работаем всегда. У нас не было такого, чтобы иди один, иди вдвоем, там нет. У нас, если что-то случается, у нас всегда создавалась группа участкового инспектора, инспектор уголовного русского. Вместе мы все раскрывали, что могли, но в основном все раскрывали. Наш отдел Голицынский был всегда на хорошем месте. У участковых 1-го городского отдела полиции Дмитрия Мансурова и Александра Башкатова непростые околодки. Именно так раньше назывались зоны ответственности участковых. В каждом живет около 10 тысяч человек. И практически всех офицеры знают лично. Хорошая память – профессиональная черта. Сегодня они занимаются профилактикой мошенничества, общаются с жителями и рассказывают им об уловках преступников. А как люди оценивают работу участковых? В целом положительно. Почему? Потому что по любым вопросам, как обратишься, то решение принимается. Помогают. У нас очень хороший участковый. Все к нему хорошо относятся. Он молодой. Но я думаю, у него большие будут перспективы с таким общением с людьми и с такой работой. У него все будет хорошо. Конечно, сегодня участковым работать сложнее, чем 30 лет назад. По признанию ветеранов, раньше они 4 из 5 преступлений раскрывали, что называется, не выходя из кабинета. Смотрели на способ совершения, примеряли его к соответствующему контингенту и безошибочно вычисляли виновного. Сегодня, когда часто друг друга не знают даже соседи по подъезду, эти методы уже не работают. И поэтому речь вновь заходит о профилактике. Надо работать с контингентом. Надо работать с лицами, склонными к совершению административных правонарушений. С лицами, склонными к совершению уголовных преступлений, освободившихся из мест лишения свободы. Как правило, это лица, которые повторяют или совершают преступления. Поэтому с ними необходимо работать очень плотно, чтобы не допускать рецидива преступности. Большая ежедневная профилактическая работа не мешает участковым показывать достойные результаты и в раскрытии преступлений. Хотя, конечно, это не основная их задача. Нередко приходится задерживать и доставлять в отдел нарушителей миграционного законодательства, что также помогает снижать общий уровень преступности в районе. Поздравляю всех участковых полиции с 95-летием службы. Желаю вам хороших и добрых жильцов, которые будут приносить вам меньше проблем и больше позитива. Работа участковых многогранна. В ней, как океан в капле воды, отражаются все стороны службы в полиции. И кропотливый труд, и умение думать, и спокойная готовность к встрече с опасностью. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова